Сегодня начинается наше новое небольшое путешествие, теперь уже по России. Едем мы в небольшой городок, называется он Вятские поляны. Мы едем с Казанского вокзала, сейчас в данный момент мы приехали, сейчас папа нас догонит, приехали на Ленинградский. Если здесь кто-то давно не был, то сейчас покажу, как он выглядит. Здесь все с каждым годом улучшают, улучшают, делают что-то лучше, какие-то изменения. Нет, спасибо, не нужны нам чай и кофе. Здесь вот раньше, 10 лет назад, я помню, было очень-очень-очень много кафе. Их все убрали полностью. И вот прошло 10 лет, и опять поднастроили много разных мелких кафе, но теперь уже другого вида. То есть постоянно вот это вот борется с этой торговлей, и в то же время без торговли здесь никуда. Пойдем, Вань, мы никуда не опаздываем, у нас есть еще время. Со всех сторон все построили, разные торговые точки. И напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, есть в этом необходимость или нет. Я считаю, что пока ты находишься на вокзале и ждешь либо своей электрички, либо своего поезда, было бы очень неплохо перекусить, попить кофейку, чайку. То есть такие места обязательно нужны. Метафон. Ага. Метафон. Маша, чемодан, беды видавший. Огромный. Зачем нам на троих такой большой чемодан был? Это же свои папины, папины вещи. И папины, точно, там все папины вещи. Да. Золотые часы. Нет, а не знаешь, Вань, в чем особенность у часов? Смотрите, вышли мы и часы увидели с Ваней. Ваня говорит, что они золотые. Но ты, может быть, в силу своего возраста еще не знаешь, посмотри внимательно на них. Там есть какие-то разные животные. А что это за животные разные, ты не знаешь? Нет. В общем, там знаки зодиака, Вань, на этих часах. Какой знаки зодиака? Ну, вот ты, допустим, родился в год дракона. Да. Там дракон. Вернее, не дракон, это по месяцам. Ты у нас водолей. Значит, там у нас должен быть изображен водолей, рак, телец мой. Да? Лев. Бык, рыбы. А, по-моему, это можно прикупить. На память о Москве. Пять штук 200 рублей стоит. Абсолютно разных. Красивых. Вань, а бабушке, может быть, привезти нам магнит какой-нибудь из Москвы? Матрушки по 300 рублей. Тарелочек по 250. Здесь, смотрите, вот эта трещотка трещит. Мы с Ваней не могли понять, откуда звук. А я купила какую-то тарелочку симпатичную на Талли Пауне. Они у нас собирают тарелочки. Бабушки. Слышно, прям такая же. Пойдем, Ваню, папу искать. У тебя с мамой нельзя... А, вон папа стоит. С мамой нельзя никуда ехать. От мамы нужно убрать все магазины подальше, чтобы она никуда не заходила. О, смотри, фирменный магазин «Аленка». На вокзале есть. Идем? Мам, смотри. Да? Вот тарелочку взяли, Наталья Пауне, маме твоей. Они же собирают с Москвой. Мам, смотри. Фирменный магазин «Телетва» есть. Да, здесь много что есть. Перекусить можно. Сейчас там такие стаканчики есть, которые в поезде обычно. Вот дойдут. Здесь разные рюмки. Символика, видите, сколько символика. Такие? Со звездочками. Ну, это вот раньше такие звездочки у нас были, Вань, когда я училась. Ты знаешь, и бусы здесь можно купить, и сережки можно купить. Мам, смотри. И даже игрушки можно купить. Символика, и макияцы можно купить. Да, чего тут только нет. Даже медаль, смотри. Ух ты, любимой бабушке. На 8 марта, Вань. К 8 марта теперь знаем, куда за подарком ехать. Смотри, смотри. Машины. Старые. Старые модели, да? Да, старые. Это шпильмеры. Поэтому здесь все старые модели. Пошли. Папа. Сейчас пойдем. Папа сказал, что у нас 20 минут. Идите гуляйте, папа нам сказал. У вас сколько времени, если что? Уссурийский охотник. Набор. А, это спички. Я думала, это шоколадки. Я тоже думала, что это шоколадки. Здесь кругом женская одежда. Хочу цены показать. Знаете как? В аэропорту обычно всегда в 3 дорога, а то и в 5 раз. А вот на вокзале обратная ситуация. Видите, одни сплошные скидки. Брюки по 400 рублей, кофты по 400 рублей. И опять мегафон. То есть здесь очень-очень даже выгодно вот такие вещи покупать. И на каждом углу вот эти сувениры. А здесь на каждом углу знаешь что? Не знаю, мегафон тебе понравился. Он мне не понравился, а так и сувенирую просто. Книги распродажа. Мам, где папа? Там карты, схема метро. Минск, англорды. Это самая первая литература в дорогу, что обычно люди покупают. Сказки. А сколько такие книжечки стоят? А, 490 рублей, кстати. Цены хорошие. Вообще на вокзале цены хорошие. Посмотрим. На двухконан папа слева. Вань, давай руку мне, чтобы не потерялся ты здесь. Сейчас посмотрим на наш поезд. Вон он двухэтажный. Видишь, стоит? Двухэтажный, да. Дальше. Вот. Поэтому посмотрим с вами, какого там на первом этаже будет. Вот таким вот образом выведет поезд. Тринадцатый вагон, последний. А мы в каком едем, Вань? Я не знаю. Я не знаю. На втором этаже, когда мы в прошлый раз ехали, Ваня укачала. Первый раз в жизни укачала в поезде. Поэтому на этот раз решили взять первый этаж. Сейчас посмотрим. Да, Вань, везде очередь. Самолет очередь, поезд очередь. Ну, в поезд будешь, в очередь. Ну что? Семнадцатый и восемнадцатый у нас. Сейчас с линком найдем. Здесь развилка на второй этаж. Кулер с водой, вижу, кстати, стоит. Очень удобно. И купе. Тетя Витя, видите, с первого этажа видно. А? Семнадцать. Вот следующий купе наш. Пятый. Пятый купе наш. Ура, ура, ура. Мы в поезде, ура. Ну что, мы не застилали. А должны застилать? Что-то, мы застилем. Не знаю. Не знаю. Так, давайте посмотрим в окошко отсюда. Как я люблю поезд. Уже сто лет не ездила я в поезде. И Ваня уже, наверное, тоже забыл, да, Вань? Забыл уже? Угу. Сейчас Ванька будет скакать с места на место. Вот. А там, кстати, внизу, Андрей, много места под этим. А Ваня может будет скакать с места на место. И, во-первых, во-вторых, чтобы он не упал снизу. Вот так вот чемодан положить здесь и все. А ты еще и штуку с собой брал. У нас папа все броды смотрел. Мам, смотри. Вот этот палец, вот этот палец, мой болит. Вот этот вот. Не болит палец? Болит. Смотрите, здесь подстаканники есть. Маленькие. Четыре подстаканника. А это что такое? А это свет индивидуальный такой есть. Так, розетка. Розетка есть, чтобы подсоединить. Ваня, с твоей стороны есть розетка? Да, две розетки есть. Такая книжечка товаров дороги здесь. И что можно купить? Кофе три в одном. Тридцать два рубля пакетик. Ну, вот здесь в поезде уже немножко, конечно, повышится. Но в любом случае... Ой, вы видели, какое у нас поврежденное колесо? О-о-о-о! И не крутится. Все, мой чемодан прикладывается. Это ты его перегрузил. У меня же было нормальное колесо. Ну, пусть думай везет. О-о-о! Нормальное колесо. Это у нас папа везет 10 килограмм журнала. Баунти Марсы по 69 рублей. Чипсы по 63, лапша. Хочу посмотреть, есть здесь Wi-Fi или нет. Написано, что в билетах, что здесь есть Wi-Fi. Сейчас посмотрю, подключимся мы или нет. Мама, что за Wi-Fi? РЖД подключение. Мама, да что за Wi-Fi Редс? Не знаю, какой Wi-Fi Редс. Ну, ты подключаешься раз. РЖД. РЖД это. А, это РЖД. Войти в РЖД. Для работы с порталом Попутчик вам остается ввести адрес поселин. Что за поселин? Для поселина послайн точка ру. Послайн точка ру нужно ввести? Да? А куда вводить-то его? В адрес на строке вашего браузера. Вводи. Куда? Вверху. Вот здесь? Где? На, покажи, где ввести. Я не вижу, куда. В общем, Wi-Fi не подключился, к сожалению. Почему-то. Может быть, потому что пока еще поезд не поехал. Посмотрим. Сюда тоже немало интересно, да? Потому что какие раньше были в поездах туалета, но и сейчас до сих пор такие поезда сохраняются. А здесь, видите, все чистенько, аккуратненько. Там розеточка есть. Можете посмотреть. Вешалки есть. Туалетная бумага. Единственное, что туалетные подкладки вроде как должны быть, но их нет. И салфетки для рук. Ух ты! Новая услуга. Душевая кабина в поезде. Воспользуйтесь душем во время поездки в нашем поезде. Стоимость услуги 150 рублей. Представляете? Даже душ можно принять во время поездки. Вот это вообще просто фантастика. И, кстати, сейчас поезд еще у нас отправляется только. Туалет открыт. Ну, вот такое вот, смотрите, здесь уютное, в принципе, купе. Мне очень даже нравится. Звезда! Здесь у нас масса, правда, постельного белья, которое нужно будет сегодня еще заправить. Одеялки есть. И, в общем-то, мне на первом этаже понравилось больше. Ваня, ты, наверное, уже второй этаж не помнишь, как мы в Казань ехали. Второй сейчас, в общем, я вам схожу, покажу. Мы вот уже отправились. Просто, чтобы вы понимали разницу, если кто-то вдруг не ездил, что вот здесь низковато, но все видно, тем не менее. И вот здесь тоже. То есть я вот здесь стою в полный рост и все вижу, да, что у меня здесь происходит. А сейчас с вами пойдем на второй этаж поднимемся и посмотрим, какого там. У нас Ваня, видите, ногами болтает. Сидит. На субботу, видите, кулер стоит с горячей, с холодной водой. Единственное, что возьмите с собой стакан, и стакана здесь нет. И вот таким вот образом здесь вот, видите, как-то короба сделана. То есть если вы будете стоять стоя, то вы в окошко ничего не увидите. То есть нужно вот таким вот образом наклоняться и смотреть. Поэтому если кто-то любит посмотреть, постоять в коридорчике в окошко... Первый этаж будет лучше. Вот, можете посмотреть сейчас, где окно и где я стою. То есть ребенок маленький, вы видите. А взрослому неудобно. Так, ну а нам сегодня должны даже ужин привезти. Посмотрим, чем же поменять. Манежик продается, кстати, в самой железной дороге мы заказывали на сайте РЖД. Мам, у нас вообще-то есть свой. В принципе, он... Это я и говорю, свой. В принципе, как бы, Ваня уже, конечно, взрослый, с одной стороны. Но с другой стороны, он даже дома у нас падает с кровати. Поэтому здесь мы решили не рисковать и вот так вот немножко подстраховаться. Весит эта штука, я не знаю, грамм сто где-то. Четыре закатыша. Нет, у нас же чай только практически. А, ты для себя что-нибудь? Приятного аппетита. Спасибо большое. Да, можно чая, да? Ну, кипятокчик. Да, да, ну, кипяток, да. А, чай там есть, да? Угу. Три, не, один, один. Это один. Ваня. Так, ну, давайте посмотрим, что нам тут принесли. Нам мерило, нам принесли. А там, Ваня, нельзя вот это вот задрать вместе с этим? Не получится? Нет, не получится. Не делай, что-то садись, я бы все безбоконна. Вот здесь, вот сюда, прямо уже принесли. Так, ну, давайте посмотрим, что нам принесли. Где мой? Через два часа. Сейчас посмотрим. Ну, по-моему, гречку всем стандартно заказывал ты, Андрей, да? Вегетарианский, наверное, А Ваня, наверное, вегетарианский. Ваня вегетарианский. Ваня гречку ест, морковку ест. Какой ему вегетарианский? Так, вот этот, Ваня. Вегетарианский ты, наверное, себе закупала. Смотри, что там вегетарианский. Нет. Тут две гречки. На, держи вот тебе эти. Вот, вот, вот. А, капуста. Вегетарианский это капуста и морковка. Не, Вань, капуста не катит? Нет? Ну, давай тогда гречку. Нет, не хочу гречку. Почему не так? Нет, давай гречку с морковочкой. Что значит? Нет, ты же выбирал вот сбоку. Курицу можешь не есть, а это ешь. Вон там есть булочки еще. Что еще? Я хочу здесь, чердечку. Ну, булочки, печенье. Печенье так к чаю сейчас чай тебе принесу. К чаю, да. Ну, собственно говоря, что? Большая порция хорошей, али? Все есть. Все аппетитно. Да, и знаете, даже такой аромат гречки. Ты, вроде бы, из дома. А очень даже ничего заходит здесь. А это еще, получается, морковка вместе с яблоком, походу. Ну, очень, кстати, полезный. Полезный ужин. Самый, что ни на есть. А мы все еще не выехали за пределы, кстати, до конца Московской области. Как раз была первая стоянка. Как же называется, забыла. Ну, в общем, гусь-христальный там рядом. Первая остановка у нас будет. Ну, давай, Вань, где твоя вилка? Я тебе гречку сейчас вот здесь вот... Мам, у меня есть вилки. Доставай вилку, я тебе здесь сейчас расчищу. Чтобы у тебя просто чистая гречка и морковка. Ваня, поприбирался немножко, но голод не тетка. И даже заценил. Вань, ну, скажи вкусная морковка-то. Морковка сладкая. И морковка вкусная, и гречка вкусная. Мне не надо. Папа, у меня... И это дополнительная, кстати, услуга. 250 рублей стоил где-то приблизительно один ужин. Можете сами заказать по меню. Три, да, было вида? Одно вегетарианское, одна гречка и что-то еще. Курица очень вкусная. Сочная. Шведский стол отдыхает. Так что теперь вы знаете, чем город выйдет. За пути пытаюсь посмотреть интернет. Он так периодически, знаете, как за окошком уже стемнело. То появляется, то пропадает. Мартышка моя. Ему скучно, у него тоже нет интернета. Мы сейчас уже скоро будем спать. Через часок, да? Посмотрим станцию, на которую приедем. Да. Гусь хрустальный. Не, мы не будем выходить. Почему? Нет. А мы там долго стоим, что ты боишься? Я не там. Ты боишься заглудеться, что ли? А почему не дашь там? Не надо выходить. Ну, постоять, посмотреть внизу. Там же все выходят. Нет, ты позицию свою объяснить можешь? И папа там сидит в торе. Не надо выходить. В общем, запасаться нужно журнальчиками, когда ты едешь на поезде. Или музыка какой-нибудь хорошая. Потому что интернет здесь не ловит. Но вот я все время удивляюсь. Мы вроде бы проезжаем, какие-то домики там, еще что-то. Но ведь там же наверняка, наверное, есть интернет. Почему-то вот всегда в поезде, даже вот если ты там в Сочи едешь, там, ну вот в любое направление, там, где железнодорожные пути, там интернет. А что посмотреть-то, как ты упражняешься? Ты мне сейчас что пытался показать-то? Вижу. А, ты висеешь? Смотри, аккуратно. А то поезд дернется, и ты либо в одну сторону. Ты устала, старайся не шуметь, я выйду из пупе. Тринадцатый вагон летящего состава. Оценила Ванину. Пещеру. Нору Ванину. Мне тут понравилось. Точно здесь никуда не упадешь. Не, у нас, знаете как, у меня муж главный по застиланию постели здесь. Это делать не очень удобно. И он говорит, иди переляк на Ванину кровати, я тебя застелю. Сколько времени? Вот. Ну, я ж не вижу, ты мне скажешь. Ну, подписчики. Сейчас уж будем подъезжать к гусе хрустальному, наверное, будет хрусталь носить. Держите меня семеро, чтобы его не купить хрусталь. Еще пять минут. Пять минут. Я за это время уже прочитала весь журнал. Моя любимая актриса, одна из любимых актрис, очень мне нравится. Много детей у Натальи Антоновой. При этом выглядит она просто изумительно. Молодец. Работяга и трудяга. Во-первых, про нее прочитала, во-вторых, в общем, ну, чтила. Я вот, не поверите, в общем, последний раз покупала такого плана журнала, но очень давно. Даже в самолет не брала, а здесь много всяких историй прочитаешь, новинки фильмов, какие фильмы вышли, про что и что-то сейчас еще интересное. А, и про Еву Лангорию сейчас читала тоже в этом журнале. Мне он тоже очень нравится, как актриса. Говорит, если бы возродили сериал «Отчаянные домохозяйки», то она с удовольствием бы приняла участие в нем. Смотри, а я на лебедях. На каких-то там лебедях? На вот таких. Ну, это ты в пещере, а я в... Тебе нравится там на втором этаже, да? Да. Ну, хотя второй этаж вон там. Слушай, ну, он тут тоже низковатый, да, или нет? Ну-ка, попробуй сядь. Я помню, мы когда на втором этаже ехали, там особо не сядешь. Но ребенок может сесть. Вот, пап, смотри. Не, ну мне на первом однозначно больше. Мы на втором и на первом ездили, на первом удобнее, намного ехать, чем на втором. Вот здесь уже все, я уже все. Ну, там лежать надо, Ваня, не сиди. Ну, да, лежать. Вот там и лежи. А вообще-то там моя пещера. А, тебе пещера твоя. 57, вековка. А внутри у нас температура 24 градуса. За бортом наружная 22. У нас здесь, получается, в антиплее, чем там. Первая остановка стоит 14 минут. Да, получается, мы идем туда? Идем туда. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Да, большой-большой секрет. Вот она, как выглядит станция. Не надо выходить. Да мы на минутку спустимся. О, нет, спасибо. Вот он, видите, гусь хрустальный. Мама. А что это у вас такое? Фигурки ручной работы, колокольчики ручной работы тоже наши мастера делают. Только в нашем городе. А как же они у вас крепятся там? Как крепятся? Ну, там у нас специально. А, там специально это сделано. Сколько так вот стоит? Ой, аккуратненько. 500 рублей такое. Ну, это просто стальные вещечки, девчонки. Делать все ручное. Только в нашем городе. Ну, понятно. Ну, это хрупкая очень. Ну, они в коробочках. Почему же хрупкая? Это хрупкая. А что ты боишься, Вань? Смотри, хоть на улице воздухом подышать можно. Вот так вот, видите, он со стороны выглядит пояс наш. А наверху, смотри, темно все, Вань. Там закрыты, получается, окошки, что ли. Наверное, закрыты. Мама, вот что-то здесь номера. У меня номера. В смысле? Нет, он весь темный, Аня. Ну, да. Ну, понятно. Здесь-то вот все светлые на первом этаже. Там выключено. Мам, все что там? Там куплено. Мы до следующего дня проснулись в 6 утра. Ну, вот сейчас в 6 утра. Ваня проснулся в 4. Где-то ориентировочно, наверное, в 5 подъехали к Казани. И он меня усиленно будил. Меня, Андрей, давайте, вставайте. Казань, Казань, нам же выходить. Я говорю, Ваня, дай поспать. Вы что? Вы не хотите выходить? Мы же на следующее выходим. В общем, в итоге сейчас Ваня спит у нас. А нас все-таки он перебудил. А я сейчас хочу заметила. Знаете, как давно же уже в поезде не ехала. Попробуйте подводкой нарисовать себе стрелку. Когда у вас во все стороны все качает. В общем, дело не из простых. Но мы подъезжаем. В общем, очень мне понравилось вот это путешествие на поезде. Поезд отличный. Я как вспоминаю, там вот мы ехали в верхние поля или круглое поле. Там на поезде в том году. В том или позатом мы ехали. Это вообще что-то с чем-то было. А вот на таком поезде. В таком можно жить. Извините меня. И душ есть. И в туалете все есть необходимое. И здесь все чистенько. И даже кофеек мне принесли. Капсульная у них кофемашина. Кстати, неплохой кофемашина. В общем, всем спасибо огромное. За то, что вы путешествовали с нами. За то, что прокатились вместе с нами на поезде. Следующие видео будут уже из Вятских полях. Покажу вам реку Вятку. В общем, все как всегда. Как всегда всем желаю добра, удачи, позитива. И увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok